здравствуйте мои дорогие сбежала из дому говоря пойду магазин схожу нужды то особо и нет эти в магазин просто мы нашли массажистку алинки она приехала оказалось что она меня тоже смотрит такая прям простая женщина хорошая говорит давай на ты прям такая вот и вот делает сейчас алинке массаж а ей же больно я не могу этого слышать она у меня такая терпеливая а тут прям кричит я сбежала не могу слышать этого должен сын прилететь вчера ночью уже выложили мы видео выложили вчера видео про больницу поздно ночью сегодня встала в 6 утра комментариев ой девочки мои какие умницы я говорю в больнице лежали все региональные специалисты и смотрели вот они там консультировать вот они и там кололи кололи значит она у них перед глазами и они не видят да а ольга мне прямо написала что либо непереносимость альбумина либо почки не выдержали вот как я я сама это поняла без всякого медицинского образования и человек вот по одному видео понял а тут в крыму где только уже не лежали не понимают спасибо вам мои хорошие девчонки вы бы знали как вы меня поддерживать так тяжело конечно все это ужасно скорые вчера уже сама и колола но я все равно надеюсь как жить если не надеется когда столько людей вокруг за нас переживают ну не может же это просто так быть правда сегодня у нас теплее намного вчера ночью было минус 2 а сегодня прям тепло относительно тепло конечно не то что было в начале ноября но тепло я даже в зимней куртке иду мне жарко ну пасмурно что еще пока иринка подруга моя пожила ну в доме у нас пока мы в больнице лежали она умудрилась так избаловать котов что они просто оборзели они сели на голову и лапки свесили коба рыжий просто по столам скачет лезет в тарелку и маленькие туда же я это терпела терпела достали причем они прыгают на алинку а ей же больно я их выгнала жалко конечно но так жить нельзя я им сделала коробку ну в синем домике который у нас как сарай старый наложила туда вещей ненужных выселила их что они творили четыре дня вы не представляете это прям какой-то заговор стоило мне открыть дверь на улицу начиналось просто они втроем ломились сшибая меня с ног ой ну сейчас вроде немножко приутихли какие они коллективом быстро соображают что делать надо пока я одному проход ногой закрываю двое уже дома дело уже дошло до того что черный понял видимо что я их не пускаю домой и он стал их гонять хотя он к котам очень хорошо относится вот жарко прям сейчас до магазина дойду покажу сколько там градусов сейчас плюс 10 а я думаю что то я иду вся мокрая ничего себе стоит ждет сейчас пойдем подожди дай я передохну вот что творят а воронцовская аллея такое место это сейчас без листьев страшно ну что вот это что это за свиньи ну что за люди домой прям страшно возвращаться господи Алинка бедная сейчас этим массажем измучают а ведь его каждый день делать надо ой ой ну все засрали ой руки бы оторвать за такие дела а еще с начала ноября у нас все посыпалось достаточно того что сгорел водонагреватель а теперь дня 4 назад и холодильник сгорел нафиг ужас какой то а еще со шкаф в купе сначала одна дверь отвалилась теперь вторая ой а теперь нам надо найти ладно массажистку нашли слава теперь надо найти сиделку а сиделка нужна Алинку чтобы покормить нужно подсадить а у меня что то нету сил совсем я ее еще вот до больницы я ее ну затягивала на подушке сейчас просто не могу это вот сейчас Саша приехала Алинка же не спит по ночам и Саша у меня любительница не поспать по ночам и вот я вот сегодня в час ночи легла в шесть встала это прям хорошо вот а так ее же надо переворачивать практически каждые пятнадцать минут не может долго лежать на одном боку вот вот может быть кто-нибудь знает девчонки может быть на волне может быть живет какая-нибудь крепкая сильная женщина чтобы она хотя бы три раза в день помогала посадить Алинку я я вчера вот Витя вызывала звонила другу своего я же не могу его вызывать три раза в день это он на машине должен приехать у него работа семья в конце концов вдруг откуда не возьмись таксу облезла я какая-то вся господь вот а так может быть посидеть когда мне куда-нибудь надо прям за зарплату договоримся сколько надо сегодня сегодня конечно я дам объявление может быть мало ли кто знает смотрите это сирень что ли зацвела ничего себе в конце ноября вот не помню говорила я вам или нет вот этот дом строит женщина одна приезжает на велосипеде и строит вот такие у нас женщины ну а я уже почти дошла может быть они уже закончили все это дело головой то головой то понимаешь что это все для ну для добра но у нее и так одна боль ну ладно мы надеемся даже не то что надеемся свято верим в то что все будет хорошо спасибо мои хорошие что сходили со мной в магазин я опять хоть все высказала чего мне высказать то и некому Сашка чего она ребенок так что пока пока мои дорогие целую вас обнимаю не болейте чтоб все у вас было хорошо пока все